Для 11-летней Инны этот учебный год начался весьма необычно. Она впервые оказалась в пришкольном интернате. Сейчас ее родители занимаются сбором и продажей дикоросов. И на это время оставили своих детей под присмотром педагогов. Вместе с Инной живет ее сестра Ника, а в комнате для мальчиков брат Николай. По словам ребят, здесь им сразу же понравилось. Уже удалось найти новых друзей, да и уроки делать всем вместе гораздо интереснее. По родителям, конечно, скучают. Каждый день созваниваются с ними, рассказывают, как прошел их день. В лесу у них палатка. Моя мама сама шьет. Она нам даже платье в детстве шила. И она шила себе такую большую палатку. И они сверху этой палатки стоят и ловят сеть, чтобы позвонить. Нам звонят, они спрашивают, как дела. И там что-то рассказывают. Мы у них спрашиваем, как у вас дела. И они отвечают. Могут даже сказать, что там увидели следы. Там много следов теперь волков, медведей. Но они не боятся. В интернате есть отдельная комната для самоподготовки. Тут ребята обычно делают уроки. Всегда рядом воспитатели. Они в случае чего и проверят домашнее задание, и подскажут, если возникают сложности. Здесь же можно читать, рисовать, готовить поделки. Еще одна комната, где школьники любят собираться все вместе, это игровая. По вечерам они смотрят телевизор, собирают конструктор или играют в подвижные игры. Я в интернате живу с первого класса. Я после учебы прихожу, иду гулять и езжу на велосипеде. Я прихожу после учебы, делаю уроки, иду в спортзал. После спортзала я иду гулять на площадку и кататься. Здесь есть друзья, можно играть. Я хожу в спортзал на северном многоборе, прыгаю через нарты, прыгаю в тройной прыжок в длину. Маргарита Куклина работает воспитателем в интернате уже 22 года. До сих пор помнит всех своих воспитанников по именам и фамилиям. Часто выпускники приходят к ней уже со своими детьми, не забывают поздравлять с праздниками. Такое внимание очень приятно, ведь мы здесь становимся друг другу почти родными, говорит педагог. Мы как тут и во второй половине дня, как родители. И в роли родителей, вроде мам, бабушек, пап и все в одном лице. От них все равно положительные эмоции получаешь. Заряжаешься. Вот сегодня мальчик уже увидел в школе, говорит, Маргарита Павловна, здравствуйте. И обниматься бежим. В интернате есть все необходимое для комфортного проживания. Для ребят организовано пятиразовое питание. Чтобы поужинать, им достаточно спуститься на первый этаж. Здесь же располагаются и учебные кабинеты, поэтому утром опоздать на урок практически невозможно. Школьники живут тут на протяжении всего года. Обычно уезжают домой на каникулы, праздничные дни и выходные. Но если родители находятся не на стойбище, а в поселке, то они в любой момент могут забрать своих детей на ночевку домой. Вообще интернат рассчитан на 30 человек. В этом учебном году зачислено 17 ребят. Среди них есть один первоклассник. Ему воспитатели стараются уделить больше внимания, чтобы адаптация и к школе, и к новому месту жительства прошла как можно мягче и быстрее.